Приветствую друзья на канале Криптострим, я Дархорс и сегодня новое видео на канале не про доту, а про крипту и заработок на этом сложном рынке. А если ты не подписывался на такой канал, то сначала посмотри мое предыдущее видео, где я описал что случилось с каналом, что никто меня не взламывал и как ютуб убивает киберспорт и вскоре убьет все каналы с нарезками. Сегодня хочу записать небольшой гайд для начинающих инвесторов и как можно практически без рисков приумножить свой свободный капитал в виде стейблкоинов или криптодолларов на самых надежных биржах и получать хороший пассивный заработок, не рискуя потерять на вале курса самой крипты. Хочу поделиться своим опытом, где я уже как минимум пару лет получаю бесплатную крипту в ланчпулах и ланчпада. Первую часть видео хочу уделить бирже Bybit, возможно многие уже слышали о ней, потому что она входит в топ 3 лучших бирж мира, которая предоставляет возможность с помощью вкладов ваших стейблкоинов в USDT формить токены свежевыходящих проектов, которые таким способом платят биржа за размещение их проекта и листинг, выделяя часть монет в своем роде на маркетинг для биржи. А биржа этими монетами делится с нами, привлекая интерес к проекту. Переходим на биржу Bybit, ссылку я оставлю в описании под видео и в телеграм группе. Регистрируйся и проходим верификацию, обычно это не занимает больше 15 минут времени, после чего переходим во вкладку торговать, spotx, pool. Перед нами сейчас проект Layer 3, который как раз сейчас находится с активным пулом наград. Перед собой видим пул в размере 16,5 миллионов монет, которые обычно распределяются в течение недели между всеми участниками в зависимости от количества вложенных в пул монет. Биржа предлагает вкладывать три вида монет. Первый это сам токен проекта, который можно постейкать под хороший процент эту неделю, но я делать этого не рекомендую. Так мы попадаем под риски обвала курса монеты за это время участия. Конкретно нас интересует второй и третий вариант вклада в виде токена MNT, это токен Mantle, можно сказать в негласный токен биржи, который я держу несколько лет. Продаю частично, когда он хорошо вырастает, докупаю, когда он сильно дешевеет, поэтому все мои токены MNT уже давно бесплатные для меня и сейчас они на меня работают как инструмент участия в различных активностях на бирже Bybit и в самой экосистеме Mantle. Но об этом другой раз. Третий пул как раз предоставляет возможность вкладывать в ваши USDT, а это тот самый криптодоллар, привязанный к курсу 1 к 1. На вклад есть лимиты, это 5000 токенов Mantle и 2000 USDT на один аккаунт, но в количестве аккаунтов вас никто не ограничивает, если другой аккаунт будет заведен и бирюфицирован на кого-то из родителей, жену или другого близкого, то эта тема хорошо работает. Что по прибыли? Давайте посмотрим. Как раз сегодня мне пришло очередное начисление. Перехожу в историю стейкинга, вижу, что сегодня доход не очень большой, а это 4 доллара. Доход напрямую зависит от самого проекта и состояния рынка. В среднем проекты мне начисляют по 10-15 долларов в день за такой вклад, а некоторые сыпали по 70-100 долларов в день. Даже тот самый ноткоин, который был размещен в такой пул, когда выходил, я участвовал в нем с двух бирж и мне удалось дополнительно зафиксировать около 2000 долларов прибыли из таких пулов, не считая 400 долларов, заработанные из самой игры. Чтобы не быть голословным, можно перейти в историю стейкинга и увидеть историю начисления и увидеть суммы начислений. Во второй части видео хотел бы показать похожую тему запусков проектов на бирже OKEX. Называется она Jumpstart. Также регистрируемся и верифицируемся на бирже. Все ссылки также есть в описании и в телеграм-группе. Переходим в раздел Earn Jumpstart. Как раз сейчас на площадке идет выпуск проекта Матрикс. Жмем присоединиться, где видим всю информацию о проекте. В данном Jumpstart нам предлагают вложить свой биткоин на время проведения ивента. Обычно на OKEX предлагают вложить эфириум и биткоин. Это очень хороший вариант для людей, кто именно хранит криптовалюту в долгую. Потому что за неделю такого фарминга удается получить токенов примерно на 5-10% от положенной суммы инвестиций, что является отличным результатом. Тяжело найти безрисковые инструменты, чтобы приумножить такие активы, как биток и эфир. Ну или как минимум продав токены проекта Матрикс, вы получите те самые USDT или криптодоллары для дальнейшего развития. Я холдером биткоина сейчас не являюсь, поэтому в данной активности я не участвую, но я также отлично участвовал в ноткоине, который очень солидно насыпал. Причем похожие активности проводились сразу на 4-х крупнейших биржах и на OKEX у меня результат был самым серьезным. В сравнении с тем же Binance, Binance дал примерно в раз 10 меньше на сумму вложенных инвестиций. Поэтому я после этого полностью вычеркнул для себя участие в такого рода активностях на Binance. Если вы уже сильно хотите поучаствовать в Jumpstart, но также не храните ни биткоин, ни эфир, или боитесь потерять на овале их курса, но у вас есть криптодоллары, то вы всегда можете взять займ в разделе займы с обеспечением ваших USDT. То есть риски почти отсутствуют, по факту вы только заплатите комиссию за займ, но при этом вы не подвержены рискам потерять на изменении курса. Если бы тот же самый биткоин купили с рынка и занесли для участия и планировали потом продать его после окончания активности. Теперь давайте подытожим. Биржи это отличные инструменты для заработка, но при этом стоит помнить, что хранить криптовалюту на бирже лишний раз не стоит, поэтому я не стараюсь держать там суммы свыше тех, что участвуют в этих активностях. Сейчас не самая лучшая фаза рынка альткоинов и поэтому проекты не так часто торопятся выходить в виде лаучпулов и на Jumpstart. Однако нужно следить и забирать свой профит с минимальными рисками. В среднем за такие активности мне удается забирать около 500 долларов в месяц, вместо того, чтобы они просто пылились на холодном кошельке. Поэтому пишите ваши вопросы и комментарии. А с вами был канал Криптострим. Я DarkCourse. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok